Работа кишечника обязательно, то есть это чисто на вскидку хотя бы несколько таких моментов, но то, что вы сказали, ну и конечно есть наружное следствие, а человек как правильно приходит и говорит, дайте что-нибудь от варикозы, но имею в виду наружно, а наружно, скажем, это в комплексе применяется, а естественно мы через кожное трансдермально обязательно вносим какие-то очень нужные нам мази, гели составляющие, такие они действительно обладающие свойствами воздействия комплексно, значит, на интиму сосуда. Более того, скажем, это каштал, вы знаете, улучшается во всех отношениях, значит, кровоток. А в каком виде? Подождите, сейчас секундочку, я пока перечислю. Значит, это дольник, улучшает визу циркуляцию. Это может использоваться, как ни странно, кровоклепка наружно, потому что кровоклепка та трава, которая используется в мазях и в тибетских, китайских прописях, потому что работает с проницаемостью сосудистой, укрепляет мембрану как раз поклеточную. Это очень дорого, поэтому туда входит тоже мази, гели. Потом мы с вами говорим, что существует вещина замечательная вещь. Без вещины, да, орешник, лесной орешник и вещина работает по тромбопластическим процессам, работает при варикозе, работает при прибитии, при тромбообразовании повышенном, потому что как раз воздействует на конечную стадию тромбогенеза. Вот, это выделение гатарбина. Насколько это вообще безопасно? Вот у меня, например, есть знакомая, у нее тромбоз. И уже назначили операцию, я ей говорю, вот давайте попробуем вот это, вот это, вот это. Она так загорелась. Я потом пообщался с хирургом, они мне говорят, что я аккуратненько, потому что если у нее уже как бы операция, то вопрос, если вдруг пойдут какие-то движения, не дай бог тром, он подорвется, то эффект понятен. Поэтому вот как здесь не навредить? Все правильно, Насташенька. Вот здесь аспект такой. Мы конкретно даем какие-то рекомендации, которые могут не навредить. Не навредить – это главный аспект, главный паспорт. Вот как бы решение любого, не в решении даже, а в аспекте любого совета в основе лежит. Не навредить. Так вот всегда, вы знаете, не просто воздух даете советы, а конкретно каждому человеку. В данном случае индивидуально. То есть мы говорим о том, что эта стадия достаточно сильная, это форбок глубоких лет. И если это действительно есть возможность, под прикрытием всегда, мы говорим, лечащий доктор должен смотреть и обязательно посмотреть, насколько ситуация позволяет воспользоваться консервативной терапией. Вот в данном случае, если умный думающий хирург, ангиохирург, частности, специалист, он обязательно попробует воспользоваться консервативной методой думающей. Вы можете сказать, хирургу учили только резкость. Но в данном случае вы можете найти ангиохирурга, который, я думаю, может поразмыслить на эту тему. И хотя бы зададите вопрос, мне бы хотелось повременить с операцией, если это возможно, скажем так. Если процесс позволяет, который на сегодняшний день уже запущен и достаточно глубоко. Правильно? Так, во-первых, обязательно реологию крови вы смотрите, даете анализы. Вы смотрите, насколько, опять не вы смотрите, а смотрите специалисты, под юг, да, насколько как раз факторы свертываемость, где-то вся буквально картина должна быть раздорбата. Насколько позволяет, опять, мы бы человек на аспирине, мы бы он на варфарине, какие препараты он применяет, насколько и что можно заменить в данном случае. Потому что варфарин тоже производная домика, вы знаете прекрасно. У нас есть замечательные травы, антикоагулянты, которые по антикоагулянтному эффекту превосходят гепарин, который классикой жанра является на сегодняшний день. Так вот, если вы помните, это что у нас за травы, которые практически известны всем, но неизвестны, а то, что они, их действие еще антикоагулянтное мощнее гепарина в несколько раз. Мы говорим о траве, о геометил салицилатах, да, но вот здесь салицилаты, а здесь еще и другие группы антикоагулянтов. Кумариновое действие, да, в данном случае, это доник. Но я говорю о столпах. На сегодняшний момент это кандидатские работы, очень серьезные, вы их изучаете, вы читаете. В работе у себя обязательно применяйте только с момента доказательной медицины и обязательно в работе со специалистом, потому что, когда говорят, а мой врач не знает и знать не хочет о петлокарапии. Пойдите к другому врачу, и этот не хочет. Пойдите к третьему, найдите такого врача. И я не верю, что таких врачей нет. Есть думающие специалисты. В частности, у нас льнянка, и все знают об этой траве. Знают об этой траве, но мало кто знает, что у нее как раз на все звенья патогенеза воздействие. Представляете? На флебиты, на гликоз. Посмотрите, какое действие. Печень, проницаемость сосудов, антиоксидантное действие. Очищающие работа имеет слабительный эффект, великолепно очищающий. Противовоспалительный эффект. То есть, вы можете поработать с льнянкой на основе как раз вот этих научных данных. Прочтите эти работы, просмотрите. Сильнее гепарина, практически это время. Где-то если у гепарина мы опасаемся, если у какого сосудистого, то есть ДВС-синдрома, да, внутрисосудистого свертывания, то есть правило бомеранга, то вот здесь как раз, если гепарин держит 4-6 часов, то у льнянки где-то 16 часов. Представляете время коагуляции в эксперименте на ушах и крысах? Дальше. Всем известная трава, которая относится к эфемероидам весенним. Какая? Весной мы собираем, мы любим ее. Какую? Медуница. Умница. Медуница лекарственная. Пятерка. Пятерка в плюсах. Все знают, как громко-легочная великолепная. Семейство Бурачниковых. Работает в женских сборах великолепно, в мужских сборах работают. Еще, кроме всего прочего, громко-легочная не просто, а классическая. Одно из немногих средств, которое буквально разрешает пелимонию и эмфизем ледки, который считается как бы неразрешимым заболеванием практически. Но вот немцы тоже научились по прописям Святой Хедегар делать препараты, которые работают с лечением как раз вот эмфиземы, великолепные эффекты аминейки. Ну, это вот то, что мы с вами знаем, что накопитель марганца, накопитель железа, калия, кальция, меди, что это противоанимическое средство уникальное, классическое. Сок медуницы практически как раз вот именно пул железа как раз вот очень хорошо наполняет, когда мы с вами работаем с соками медуницы, с завариванием медуницы, особенно с окнами медуницы. Это формула крови. Вы даже когда ее собираете, чувствуете запах марганца практически, да? На активизацию, а марганец активизирует работу костного мозга, иммунные системы. Посмотрите, как интересно. Росток активизирующий, еще и росток крови, как правильно сказать. То есть это повышение фагоцитарного уровня рейкоцитов. То есть это еще, знаете, какое противовоспалительное действие, начни же. Но работа, великолепная работа, по-моему, кандидатская диссертация по антикоагулянтным способностям медуницы. И если мы 14-16 часов во время антикоагуляции смотрели по нянке, здесь 20-22 часа уже. Посмотрите, как еще на порядок возрастает. Вот такие антикоагулянты замечательные. Но мы говорим так, существуют неспецифические реакции организма. Почему сравнивать с фитотерапией не все так просто? Потому что, как мы говорим, есть 100 человек, у которых совпадет действие, скажем, дуриные травы, а у 101-го человека она будет отличаться. Мы всегда, в принципе, это можно сказать о фармакологических средствах, но там более ясно, потому что это формула, которая понятна. Наше же растение, выращившее в разных зонах, будет иметь несколько, чуть-чуть, скажем, баланс отличный друг от друга. От другого, скажем, вот так. Но, тем не менее, помните, что антикоагулянтные способности медуницы достаточно высоки. И применять ее можно вместе с рекомендацией вашего лечащего доктора. Вот у нас подбираются такие травы. И уже, зная это, зная вот эти травушки, значит, сбор, который вы составляете, он должен содержать какие средства, улучшающие, что, микроциркуляцию, да, ткани, что, улучшать, укреплять мембраны, да, клеточные. Сосудистое русло обязательно должно быть более, скажем, направленным, более, скажем, мягким и определенно, скажем, заданным, это что нам позволяет, это травы, сосудистые протекторы, это клей, да, это та же таблая, напишите. Это малина, это королевая, это осина, это осоколь. Очень многие травы содержат практически салицилаты. Но салицилаты салицилатом розник, вот именно метилосалициловая группа, именно таблоги, она в эксперименте особенно ценна, скажем так. И обязательно работа с интимой сосуды, с укреплением сосудистых стерочек. Это травы, содержащие витамин К, в том числе. Посмотрите, здесь непременно у нас с вами гепатопротекторы. Это непременно травы, потому что много говорили, что симптомы комплекс, да, значит травы воздействующие на гепатобилиарную систему, как то на печень и желчный кузырь обязательно. Но в данном случае, мы говорим, разные люди, у кого-то замечательно отток желчи, да, и происходит все правильно, физиологично. У другого перекрутки или дивертикулез, допустим, значит кишечника, или дискинезия желчного пузыря, а все же составляющая. Или перекрутка, перегиб или загиб желчного пузыря. Иногда даже в двух местах бывает, редкие случаи бывают и в теле, даже дважды. Поэтому отток затруднен таким людям практически всю жизнь. Как я говорю, сто лет живете, сто лет для себя что-то делаете всегда, потому что кинетика желчи должна быть нормальной. У кого-то на образование желчи, наоборот, вот эта ступень страдает. Но мы знаем, что очень многие травы обладают комплексным действием. Они и холикинетики образуют, вернее, холикинетики образуют, способствующие образованию желчи. Они и холикинетики, они двигающие. Поэтому, скажем, учитывая, вы уже много из этого знаете. Поэтому, я говорю, вы как бы где-то себя отмечаете только. Вот такой сбор должен именно содержать вот эти травы. Ну, как бы трав может быть несколько, но каждый из них, в принципе, должно в себе содержать одно из действий. Понятно? Понятно. Так, дальше. Какой рецепт запишем? Запишем. Такое спрограммное, но что-то такое доступное на противника. Я пишу, запишу. И не дадим. В прошлый раз давали лещина плюс почки, плюс листики молоденькие, да, плюс береза. То есть, вот для тромбозов, для варикозов, может быть, как-то еще такой момент, с какой безопасной дозой можно начинать, чтобы попробовать. Хорошо. Ну, тромбоз, тем более, глубокий клиент. Вы работаете со специалистом, который контролирует, как мы говорим, любую ситуацию. С кондачка вы создаете вот такую рецептуру, а там Саша правильный очень вопрос поднял о том, что степень бывает совершенно разное. А мы говорим, а не нагляди. Одно дело дать в массе или ей помазать наружу, другое дело, работаем мы не только на симптоматику, но и на первую причину. И процесс там неглубокий. Особенно вот у молодого человека, скажем, я так понимаю, есть изменения, есть нарушения. С ними можно работать более смело. А если то, в случае, о котором сказал Саша, тут надо действительно работать со специалистами и смотреть. То есть там развернутые крови, еще раз повторюсь, надо смотреть, надо смотреть аналоги, насколько и самого человека непосредственно. Это было специалисты. Ну, все стали летать, и очень много людей проводят воздухи. Да. И это уже тренд. То есть тромбоз, это... Перепады, в принципе, все, давления, перегрузки. Да, да. Действительно, перелетов, это сейчас очень просто теперь сделать. А нагрузку несут, конечно, сосуды колоссальные. И наборы высоты, и снижение в этот момент очень, конечно, тяжело. И у меня вопрос в Перми. Был женщина, в Перми было семью, когда она как раз спрашивала, как можно защититься, потому что я это просто чувствую на себе. Особенно такие лобильные пациенты, они просто ощущают это на себе. Как можно защититься, что можно попить, каким образом перед полетом.